В Казахстане осталось чуть больше полумиллиона тестов на коронавирус. Ежедневно по всей стране проводится около 28 тысяч тестирований. В ближайшее время планируется увеличить количество ПЦР-диагностики до 35 тысяч в сутки. По информации Минздрава, еще с середины марта отечественными лабораториями проведено порядка миллиона исследований. В скором времени государство закупит еще свыше миллиона тест-систем. Однако анализы на COVID-19 в первую очередь следует сдавать по показаниям, рекомендует Лязат Актаева. Казахстан находится на 34-м месте в мире по количеству тестирования на 100 тысяч населения. При этом тестирование должно проводиться только по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Клинические показания. Тестированию подлежат лица, госпитализированные в медицинские организации, в инфекционный стационар и в провизорный стационар, больные с остро-респираторной вирусной инфекцией и пневмоними, больные коронавирусные инфекции, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением. Тем временем тест-системы начали изготавливать и на территории нашей страны. В Национальном центре биотехнологии ученые приступили к разработке ПЦР-диагностики еще в январе, в тот момент, когда инфекция вспыхнула в соседнем Китае. Работая в круглосуточном режиме, им удалось выпустить тесты на COVID-19 в течение шести дней. В то время в Казахстане еще не было импортных тест-систем, российских, китайских и других, вообще не было. И последующие все диагностические исследования проводились с использованием нашей ПЦР-тест-системы. Надо сказать, после получения Казахстана еще диагностических тест-систем из других стран провели сравнительное исследование вот этих же образцов. И наша ПЦР-тест-система при сравнении показала, что она нисколько не уступает по качеству, эффективности и чувствительности данной тест-системы, нисколько не уступала зарубежным аналогам. Первые 250 пациентов с подозрением на коронавирус были обследованы отечественной тест-системой. Только в мае по заказу Минздрава Центр биотехнологий изготовил 6000 тестов. А за последние два месяца ученые провели 5000 исследований сложных и спорных случаев коронавируса. Ну и конечно же хочется еще раз напомнить, что в эти выходные 20-21 июня в целях предотвращения угрозы стремительного распространения коронавируса введены ограничительные меры в ряде городов. Большинство объектов не работает, машин на улицах совсем мало. Жителям следует оставаться дома. Мира Альжанова, Нурлан Утиген, телеканал МАТЭ, Нурсултан.